Привет, друзья! С вами Коно Дэн. Известно, что первый этап в продвижении вашего канала, он самый трудный, потому что вы еще не знаете, какие видеоролики необходимо снимать, как их делать правильно, чтобы ваши зрители пришли на канал и начали смотреть ваши видеоролики. Кроме того, когда на канале нет подписчиков, то у вас нет изначального старта для ваших видеороликов. Известно, что у популярных каналов, у которых есть, скажем, десятки или сотни тысяч подписчиков, есть уже базовая активность. То есть, когда они публикуют какие-то видеоролики, постоянные зрители приходят на канал и начинают просмотр с первых минут после публикации. Поэтому такие каналы имеют конкурентные преимущества. Кроме того, они имеют конкурентные преимущества в плане того, что их видеоролики будут иметь уже достаточно высокое удержание аудитории за счет тех подписчиков, которые являются их фанатами, приходят, смотрят видеоролики от начала и до конца. И динамика трафика на таких видеороликах тоже будет достаточно высокой. Как следствие, алгоритмы YouTube будут понимать, что эти видеоролики интересные, они качественные, их надо продвигать, их надо рекомендовать большему количеству зрителей. Когда у нас на канале ноль подписчиков, на видео ноль просмотров, этого ничего нет. И на что же нам рассчитывать? Как же нам начать в такой ситуации? Прежде всего, как я говорю уже практически, наверное, в каждом своем видеоролике, связанном с развитием канала на YouTube, нам нужна контент-стратегия. Нам нужно понимать, что делать, для кого делать и как делать. То есть нам нужно определить тематику нашего канала, понять целевую аудиторию наших зрителей, кто эти люди, почему они будут смотреть наши видео, и как нам на систематической основе оправдывать их ожидания. После этого нам нужно начать создавать видеоролики приемлемого качества, на выбранную тему, делать их привлекательными, чтобы их можно было нормально, не напрягаясь смотреть, чтобы была достаточного уровня достойная картинка, нормальный, хороший звук, без всякого эха, без гула, чтобы не напряжена была, не трясущаяся какая-то камера. Это достаточно просто, не нужно сверхдорогого монтажа, съемки и так далее. Достаточно просто нормальный базовый уровень. Даже просто современные мобильные телефоны зачастую в нормальных, адекватных условиях могут снимать достойного уровня видеоролики, которые вполне пригодны для YouTube. Когда это у нас есть, мы должны реализовывать тот график публикаций и тот контент-план, который мы подготовили. Я об этом рассказываю в школе YouTube, ссылочка на которую есть в описании под этим видео, школа полностью бесплатна. Нам нужно выбрать список тем и составить график публикаций, чтобы начинать создавать контент на нашем канале. Как это сделать? Я думаю, что вы примерно представляете, о чем вы хотите рассказывать вашим зрителям, что вам интересно, в чем вы являетесь специалистом, что вы будете делать в кадре. Нужно это систематизировать, посмотреть, что делают другие авторы в рамках вашей тематики, в рамках вашей ниши. Причем не только на русском языке, но можно посмотреть и на английском языке, и на других языках, которые вам доступны для восприятия. После этого, когда вы примерно определились со списком тем, нужно раскидать их по графику публикаций, чтобы понимать, что и в какой день снимать. Помните, что для YouTube важна регулярность, и важно создавать контент на регулярной основе. Но, допустим, вы скажете, ну где же суть? Вот есть видеоролик, он снят, он смонтирован, на нем сделан хороший привлекательный значок, интересное, хорошее, качественное, цепляющее название. Кстати, как сделать значок и название, рекомендации есть в методичке по ссылке под этим видео. Тоже очень хорошие, по сути, рекомендации. Так вот, есть видеоролик, он на канале подготовлен, он опубликован, но нет подписчиков, нет просмотров, видеоролик просто лежит на канале. Что делать, как привлекать аудиторию? Прежде всего, постарайтесь раскидать этот видеоролик по социальным сетям. Пусть его хотя бы посмотрят ваши друзья. Предложите его в тематические группы. Спамить не нужно. Предлагайте. Зачастую группы в том же ВКонтакте, например, готовы опубликовать интересный, качественный видеоролик, потому что им тоже нужен контент, и они будут не против. Зачастую так бывает. Либо в Фейсбуке, либо еще где-то. В общем, можно найти варианты. Также есть тематические сайты и форумы, куда можно разместиться. Есть для англоязычной аудитории Reddit, куда можно пробиться. Может быть, вы готовы поработать на Пикабу, где нужно, конечно, достичь определенного рейтинга, потом уже постить видеоролики и так далее. Не спамить, а постить то, что интересно, то, что качественно, то, что будет уместно и в тему. Есть множество тематических форумов по разным направлениям. Можно найти то, что будет приемлемо. Далее. Не забывайте о том, что алгоритмы YouTube так или иначе работают. Если у вас хорошая интересная тема, интересный качественный контент, который потенциально пригоден для продвижения определенной аудитории, то постепенно такие ролики все-таки будут попадать в рекомендации. А самые главные источники трафика на YouTube – это не топ-поиск, а ни в коем случае об этом отдельное видео у меня даже есть. Это главная страница YouTube и похожие рекомендованные видео. Эти рекомендации при помощи алгоритма, основанного на искусственных нейронных сетях, подбираются индивидуально каждому зрителю с учетом его интересов и истории взаимодействия с видеороликами на платформе. Поэтому, так или иначе, видеоролики будут постепенно набирать. Не ждите быстрых результатов. Действуйте постепенно. Поймите, что да, определенное количество видео вы будете снимать, так скажем, в минус. То есть, времени, сил потрачено достаточно много, а ролики набрали мало. Но здесь делается не все сразу, постепенно. И вы тут, наверное, скажете, но зачем мне тратить время, силы и, может быть, деньги, когда, может, надо вложиться в продвижение на ютюбе. Но опытные ютюберы скажут, ну, блин, подписчик платный стоит от 20 до 40 рублей. Это большие деньги. Просмотры тоже дорого стоят. Если говорить о каких-то дешевых просмотрах, то это часто накрутка, это запрещено. Либо это не целевой трафик какой-нибудь из Египта или еще из Эфиопии. То есть, ну, как бы просмотры есть, но это не помогает продвижению видеоролика вообще никак. Что же делать в такой ситуации? Прежде всего, не спешите вкладывать деньги в продвижение. Ваш канал должен быть готов к проведению рекламной кампании, потому что здесь важно понимать, что вы должны уметь взаимодействовать с вашими зрителями, у вас должно быть понимание потребностей зрителей, и вы должны своими роликами эти потребности оправдывать. У видеороликов должен быть высокий фактор обнаружения. Это и хороший, качественный, правильный значок видео, и это название видеоролика, которое будет привлекательным, ярким, цепляющим. Об этом мы уже неоднократно, в общем-то, говорили. И, естественно, важна системность, систематичность в работе. Кроме того, если на вашем канале три ролика, нет трейлера, нет заманухи, то вы его прорекламируете, и что? Какой резон, какой смысл зрителям подписываться на такой канал, когда тут непонятно, что происходит, вот он только начат, его перспектива неизвестна, ну, такое себе. Другое дело, когда вы уже на регулярной основе создаете систематические видеоролики и постепенно готовите канал к проведению рекламной кампании, тогда деньги можно вкладывать. Однако, это тоже не является обязательным этапом. По сути, что такое платная реклама канала? Это возможность сократить время, необходимое от того, чтобы добраться от нуля до определенной цифры подписчиков, просмотров и так далее. Но при этом данная цифра, за счет платной рекламы, она не сместится куда-то вверх. То есть, если вы делаете определенный контент, то что платно, что бесплатно, потолок, предел, максимум у вас один и тот же в рамках текущей ниши, текущей тематики, вашего языка, видео и так далее. Но вложение денег в продвижение канала позволит сократить время, необходимое на достижение этого максимума, либо на приближение к нему. Понятно, что все зрители, которым потенциально интересен такой контент, вас смотреть не будут, будет лишь определенная доля. Кому-то вы нравитесь, кому-то нет, кому-то нравится подача, кому-то подача не нравится и куча-куча других факторов. Плюс есть определенная конкуренция и так далее, есть движение трендов, все это влияет. Платное продвижение, оно не сместит максимум, оно сократит время. Но здесь важно помнить, что если канал к продвижению не готов, то вы можете просто неэффективно потратить деньги, потратить их впустую. Зачем вам это нужно? Я думаю, что это вам не нужно. Лучше вложить эти деньги в производство контента на начальном этапе и уже потом, когда вы нарабатываете навыки, опыт, понимаете, что и как делать, тогда уже можно думать о платном продвижении. Кроме того, как бы кто ни говорил, как бы кто скептически не относился, мы знаем довольно много интересных, качественных каналов, которые в 2019 году стартуют и успешно развиваются без денег, без инвестиций в плане продвижения канала. Важно выбрать хорошую, правильную контент-стратегию, грамотную составить. Об этом мы говорим в нашей бесплатной школе YouTube. И тогда у канала реально появляется перспектива. И когда вы научитесь это делать, то вы поймете, что есть вполне себе понятный алгоритм действий, как, что делать, сколько делать, чтобы развиваться на YouTube. Когда вы запустили уже один канал, когда у вас уже есть трафик, уже есть зрители, есть подписчики, вы можете в дальнейшем масштабировать свои проекты, создавать новые каналы, создавать каналы на других языках. Это будет сильно проще. И имея определенную ресурсную базу, вы можете делать это быстрее. Плюс понимание процессов и работы алгоритмов также облегчит эту работу и сделает задачу более доступной и более понятной. Основная проблема тех, кто стартует с нуля просмотров, с нуля подписчиков и никогда не был на YouTube, состоит в том, что YouTube для них это черный ящик. Вот у них есть на входе их время, их видеоролики, их представления, а на выходе есть какие-то просмотры. А поскольку YouTube является черным ящиком, у них не выстраивается корреляция между начальными действиями и конечным результатом. И процесс разрешения вот этой ситуации, вот этого вопроса как раз очень важен. И он позволит вам понять, что и как делать. Ничего сверхъестественного в этом нет. Нет каких-либо супер-секретных фишек. Опять же, кто гонится за супер-мега-фишками, одно простое действие, которое позволит вам набирать миллионы просмотров на YouTube, главный секрет, который вам не расскажет никто и так далее, это все ерунда. За этим гнаться не надо. Это разводы, которые распространяются обычно какими-то инфобизнес-тренерами. И это просто замануха, это особенность менталитета наших людей, которым нужна фишка, которым нужен секрет, которым нужна какая-то магия либо серебряная пуля для того, чтобы достигать. То есть, нужно адекватно, объективно, по возможности оценивать перспективы вашего проекта и ставить адекватные, разумные цели. То есть, не ставить такую цель, что, например, канал про бизнес в Рунете, именно про бизнес, не про шоу, не про лайфстайл, а про бизнес в Рунете набрать там миллион подписчиков. Но нет столько людей, бизнесменов, зрителей на YouTube, которые будут это воспринимать. И не подменять понятия, что тоже немаловажно. Надеюсь, что эта информация для вас полезна. Если есть дополнение либо в вашей истории, либо, может, кто прошел нашу школу YouTube, пишите в комментариях о том, как вы стартуете на YouTube, какие сейчас у вас успехи, какие проблемы, как вы их решаете. Это очень важно и будет полезно прочитать и мне, и другим зрителям, которые находятся на этом пути и движутся вперед. Ну и, чтобы не было, не сдавайтесь, помните, что если даже совершаете какую-то ошибку, то всегда можно исправиться и идти вперед. В трудной ситуации можете вспомнить, например, про фильм «Гладиатор», один из моих любимых фильмов. Вспомните, как «Максимус», стойко преодолевал огромное количество трудностей, которые были посланы ему судьбой. Он никогда не сдавался, что бы ни было, он нервничал, он спокойно решал проблемы и шел до конца. Вот так же, я думаю, каждому автору YouTube-канала нужно просто спокойно идти вперед, принимая внимание те сложности, которые есть, не сдаваться, решать их, не истерить и все хорошо. Вот на этой позитивной ноте и закончим. С вами Канаден, мы говорим про YouTube. Удачи, успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok